Добрый день! В эфире женский портрет. У нас в гостях начальник отдела взаимодействия с общественными организациями и организациями соотечественников Российского центра науки и культуры в Ереване Наталья Анатольевна Саакен. Добрый день, Наталья Анатольевна! Спасибо, что приняли наше приглашение. Наталья Анатольевна, как организовывается работа с соотечественниками в условиях пандемии? Какие новые проекты и форматы вы применяете и насколько они эффективны? Будут ли они применяться после отмены всех ограничений? Добрый день, Заруи! Спасибо за вопросы! Спасибо за приглашение. Да, в условиях пандемии, конечно, возникли определенные сложности. У нас были запланированы масса проектов, но в связи с пандемией общение с отечественниками, со студентами, со школьниками, с нашими друзьями, конечно, возникли сложности. И мы в этой связи начали думать над новым каким-то форматом. Было очень сложно нам, всему коллективу. Месяц мы, наверное, почти практически не взаимодействовали. Но потом потихоньку, наверное, как-то время показывало, что надо действовать, применять новые какие-то методы. И у нас, конечно, вот в формате онлайн и оффлайн были применены, проведены ряд мероприятий. К Дню России, например, у нас очень был большой проект, такой конкурс «Песни о России» к 12 июня. Он предполагался просто конкурсом, и где должны были участвовать ребята, граждане Армении. Но этот проект произвел такой масштабный характер. Он превратился в международный, потому что стали уч... в связи с тем, что многие сидели в основном дома и использовали, да, интернет, компьютер. То есть узнав о нашем проекте в социальных сетях и на нашем сайте, конкурс приобрел международный характер. Участвовали 10 стран, были победители, участвовали, наверное, около 60 солистов и вокальных коллективов. И я считаю, что мы как бы провели этот проект очень масштабно и форматно. Недавно у нас, например, был проведен такое очень значимое событие, значимое мероприятие, это знакомство с узкими традициями. Большой проект автономной некоммерческой организации «Мегапроект» — это при поддержке российского атомного промышленного комплекса. Еще два года назад такой проект привозил к нам в Ереван. Общение было в нашем российском центре науки и культуры. Мы приглашали молодых ребят в возрасте от 18 до 30 лет, участвовали в этом проекте, знакомство именно с русскими традициями. И был неплохой опыт у организации, и они решили в этом году тоже провести в Армении этот проект. Но в связи с пандемией возникли сложности, и тогда решили провести именно в формате онлайн. Мы выбрали здесь 20 семей в Армении, не только Еревана, но и регионов Армении. Был подключен тоже в формате Zoom общение с этими семьями, и были проведены мастер-классы с семьями. Вы знаете, тоже очень такой большой резонанс этого мероприятия. Много нам писали, хорошие отзывы. И снова нам недавно буквально прислали организаторы, что 7 октября они хотят еще раз провести это мероприятие. Но уже немножко ограничения хотят именно молодых армянских граждан от 14 до 35 лет, чтобы это были небольшие группы, чтобы ребята познакомились с традициями русскими, с русской эстетикой, с русской интеллектуальной игрой. Вот существуют такие русские шахматы, о которых даже я, русский человек, не знала. То есть проект очень интересный, и я считаю, в формате онлайн, может быть, даже в этой ситуации очень даже полезно проводить такие мероприятия. Но в любом случае мы все-таки скучаем по простому живому общению. Хочется, конечно, обыкновенного человеческого общения. И в связи с тем, что карантин все-таки сейчас идет на ослабление, мы пытаемся вот в условиях, соблюдая все меры, как-то возобновить эти мероприятия, пусть с небольшим количеством наших участников. Но пытаемся, конечно, возобновлять это общение. Но я думаю, онлайн и офлайн у нас, если даже меры карантина будут сняты, я думаю, мы будем все равно использовать, потому что участников становится больше. Мы можем проводить и международные уже какие-то конкурсы, когда люди не смогут приехать к нам в Армению. Но в формате онлайн они, конечно, могут поучаствовать. И даже в этом году у нас были, мы отправляли подарки почтой победителей, которые участвовали в наших конкурсах, мы отправляли подарки почтой. Такой тоже формат, в общем-то, используемый. Спасибо. Этот год также совпал с таким крупным событием, как 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Знаю, что было запланировано много мероприятий. Удалось ли хотя бы частично их осуществить, что осуществили, что, может, отложили? Вы знаете, да, когда в марте месяце было введено чрезвычайное положение, мы, конечно, в панике все думали, что, в общем-то, у нас много чего не получится. Но, вы знаете, наверное, на 80% того плана, который мы предусмотрели, мы 80%, наверное, выполнили. Немножко, может быть, в другом формате, естественно. У нас, например, был очень большой тоже проект «Республиканский фестиваль детских рисунков под мирным небом». Нам подали заявки около 600 участников, и также это были не только из Армении, но это были из четырех стран. Был очень крупный проект «Реквием» Роберта Рождественска в исполнении деятелей культуры Республики Армении. Он был показан на Армении ТВ в ночь с 8 на 9 мая и на телеканале «Мир» 8 мая. Тоже знаменитости Армении, деятели культуры прочитали эту поэму по частям, и был очень интересный проект, который тоже, в общем-то, имел такой широкий резонанс. У нас была проведена, например, очень такая, я считаю, хорошая акция «Споем вместе. День Победы» на разных языках. Это был проект Москвы, и на армянский язык эту песню перевела наша сотрудница Сусана Ганесян, ведущий специалист отдела культурных общественных программ, и спел его Артур Агаджанов, наш солист оперного театра. И тоже, я считаю, проект удался. Также у нас была вообще запланирована еще до коронавируса серия горных восхождений. Мы хотели ряд небольших вершин покорить и закончить это самой большой горой в Армении – гора Арагац. Я считаю, что мы тоже в этом проекте имели успех. Мы 23 мая покорили гору Атис, и вот буквально недавно, 6 сентября, мы покорили гору Хустуб. Участвовали в этом проекте сотрудники нашего российского центра, это соотечественники, организации соотечественников. И надеюсь, что пока тепло, вот может быть в начале октября, мы покорим нашу высокую гору Армении – это гору Арагац. Поэтому, конечно, ряд мероприятий мы провели. Был также проведен концерт с силами молодежных организаций. Совет Победы был такой создан, такой молодежной организацией был Совет Победы из, если я не ошибаюсь, 14-15 организаций молодых. И был флешмоб проведенными, стихи, песни о Великой Отечественной войне. То есть все участвовали в этом проекте, несмотря на то, что был карантин, и положение действительно было не очень хорошее в стране и вообще во всем мире. Знаю, что у вас еще один интересный проект осуществляется. Где-то год назад при РЦНК была открыта школа публичной дипломатии, приглашались интересные спикеры. После введения режима чрезвычайного положения, как организовывалась работа школы, за год какие она уже достижения имела и будет ли новый набор участников. Значит, действительно, в декабре 2019 года в председательстве в Армении начала работу новый курс школы публичной дипломатии при РЦНК. Немножко расскажу, что основная цель этого курса — это развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности в рамках ЕАЭС, международного сотрудничества, поддержка молодых экспертов в области публичной дипломатии, участие в совместных проектах. Учебная программа школы включает в себя лекции, тренинги, мастер-классы, практические занятия, в том числе и выездные. Продолжительность курса — 6 месяцев. Но в связи с пандемией, с 16 марта, в связи с чрезвычайным положением, немножко занятия школы были прекращены. Но так как мы все переводили в формат онлайн-офлайн, мы решили не закрывать нашу школу, а также в формате онлайн проводить вот эти мастер-классы и тренинги. У нас появилась возможность взаимодействия именно с российскими какими-то представителями, которые проводили с ребятами эти мастер-классы. Если бы, может быть, в обычный период времени мы не смогли бы пригласить этих представителей сюда, в Армению, то в связи с чрезвычайным положением ребята познакомились и услышали какие-то важные вещи, важные моменты от российских коллег. Школа завершена. Она вот буквально недавно завершила свою деятельность. Вот в скором времени мы планируем вручение диплома ребятам. И к концу года мы снова собираемся набрать новую группу. У нас есть уже кандидаты, претенденты. И я надеюсь, продолжим работу, как и в этом году. А уже в формате онлайн или в живом общении будем смотреть. В связи с тем, что сейчас уже есть немножко послабление собираться больше определенного количества людей. То есть мы можем это проводить в Российском центре науки и культуры. У нас 16 было участников в последней группе. Я надеюсь, что в следующий конец этого года мы школу возобновим. Наталья Анатольевна, Вы общаетесь с соотечественниками по работе, наверное, и личное общение. Какие сложности возникли у людей в связи с закрытием границ между государствами? Конечно, мне кажется, самая большая сложность это передвижение между странами, потому что многие соотечественники имеют родственников в России, в других странах, едут на работу, выезжают на конференции. Конечно, большая сложность именно в этом. Но, конечно, как российский центр науки и культуры в этом данном случае мы не смогли ничем соотечественникам помочь. Может быть, какими-то советами консульские вопросы, да, их направляли в посольство за какими-то вопросами консульскими. Конечно, вот в этом мы могли помочь. Но, вы знаете, я думаю, что люди как-то с пониманием на все это смотрели, набрались терпения и набирались терпения. Поэтому, я думаю, вот таких сложностей у нас в этом отношении не было, потому что это мировая проблема. Я думаю, с этим все как могут справляются. И я надеюсь, что никаких сложностей больше не будет в дальнейшем. Да, конечно, у нас было очень много проектов. Вот для молодых соотечественников каждый год мы отправляем в учебно-образовательную поездку «Здравствуй, Россия!». И ребята от 14 до 19 лет, это победители конкурсов, олимпиад. Каждый год в районе 20, в количестве 20 человек, мы их отправляем в Россию на вот такие образовательные программы. И, конечно, вот в августе месяце такой проект был сорван. Ребята, конечно, были расстроены, но я надеюсь, как-то вот в следующем году мы их поощрим такими поездками. Вот тоже были сложности. У нас не только такие проекты, у нас есть проекты для молодых, новое поколение, у нас есть и спортивные игры, юных соотечественников, когда отправляем или в Казань, или в Сочи на какие-то спортивные соревнования. Вот здесь, конечно, в этом году многие поездки были отменены для наших и взрослых ребят, и молодых ребят, вот, к сожалению. В связи с создавшейся ситуацией многие долгое время сидели по домам. Ясное дело, что много смотрели телевизор. И интересно, в связи с этим, как отреагировали соотечественники на новый закон о том, что будет запрет на российские телеканалы? Были какие-то отклики по этому поводу? Вы знаете, в связи с тем, что сейчас в основном многие люди имеют телевизоры, вещания через спутниковые антенны или через каналы интернета. Как-то вот не все поняли, что этот закон пришел в действие и как-то повлияло на просмотр этих телеканалов. Вот лично я, у меня ЮКОМ, да, через интернет мы оплачиваем телевидение через ЮКОМ, и на даче у нас спутниковая антенна, то есть российские каналы мы смотрим, они показывают, и не было никаких нареканий по поводу соотечественников, что кто-то где-то жаловался. Конечно, есть большая молоканская диаспора в деревнях, да, там, может быть, нет спутникового телевидения и интернета, но молока незакрытое немножко общество, они телевизоры не смотрят, и с их стороны я тоже не слышала каких-то нареканий, замечаний. Просто, может быть, я вне политики, поэтому немножко вот этот вопрос, ну, для меня я не увидела никаких трудностей по этому вопросу. Как ощущает себя на сегодняшний день русская община в Армении? Сколько человек насчитывается? Наблюдается ли прирост или, наоборот, они уезжают обратно в Россию? Знаете, немножко вот понятия русская община в Армении, такого понятия нет. Есть русские, которые проживают здесь в Армении, это этнические русские, они проживали еще до Советского Союза, да, в период Советского Союза. Конечно, здесь русское население, по данным переписи, если я не ошибаюсь, я смотрела там 60-х, 70-х годов прошлого века, это было около 60 тысяч русских. По данным последним, вот, 2011 года переписи Армении русских насчитывает 11 тысяч человек. Это русские, которые остались еще после периода распада Советского Союза, да, это их дети, мужья, жены. И это также большая диаспора Малакан, которая приехала сюда, в Армению жить, вернее, их сослала Екатерина II в XVIII веке сюда, в Армению. То есть, вот, русскоязычное население составляет в основном русские и вот Малакани. В советское время это были в основном, было здесь 7, наверное, поселений, где жили, сосредоточенные было на Малакани. Сейчас это только два поселения, это Фиолетово и Лермонтово, и Малакани проживают еще в Ереване. Ну и существует еще такое понятие, как общественные организации российских соотечественников. У нас в Армении 11 таких организаций, которые официально зарегистрированы. Членами их могут стать не только русские, этнические русские, но также это могут быть граждане Российской Федерации, которые по национальности армяне. Это просто люди, которым близка культура русская, которые хотят говорить на русском языке. И членство таких организаций, по нашим последним данным, около 10,5 тысяч человек. Эти организации занимаются различными, сфер деятельностью их различные. Это и социальная правовая защита соотечественников, это образование, культура, работа с молодежью, с детьми, с ветеранами войны и ветеранами труда, укрепление развития российско-армянских отношений, решения проблем русской и русскоязычной молодежи. Эти организации объединены в Координационный совет. То есть председатели этих организаций объединены в Координационный совет. И Координационный совет один раз в полтора-два месяца собирает заседания. Как правило, они проходят у нас в РЦНК. Мы с нашим директором Сергеем Алексеевичем Рыбинским присутствуем как наблюдатели на этих заседаниях. Они решают различные вопросы, проблемы, проводят мероприятия. Очень много программ мероприятий соотечественников поддерживает РЦНК. Есть традиционные мероприятия, есть мероприятия, которые направлены на какие-то юбилейные даты. То есть соотечественники... И вообще понятие соотечественника очень расширенное. То есть это не только русские, это все, кто любит Россию, хочет с ней изучать ее традиции, культуру. То есть это вот такое понятие очень широкое. Ну, вы сама как представитель русской общины давно проживаете в Армении. Насколько легко вам удалось интегрироваться в общество? Какие различия вы заметили культурные по переезду в Армении? Какие обычаи вы переняли? Вы знаете, хотя я по национальности русская, но я родилась в Тбилиси. Тбилиси очень многонациональный город, и помимо русских, грузины, русские, там жило очень много армян, греков, азербайджанцев. Поэтому я, в общем-то, к культуре Кавказа, за Кавказией я близка. У меня родная сестра моей мамы была замужем за армянина, они жили в Эчмядине. И я в детстве тоже очень часто семьи приезжали сюда. То есть у меня двоюродные братья — это армяне. То есть я с культурой армянской была давно связана, близка. Но так получилось, что я ехала учиться в Питер, в Санкт-Петербург. Там познакомилась и с моим мужем, с армянином. И когда он мне предложил, когда у него старенькие родители здесь жили, он предложил переехать сюда. В общем-то, у меня никаких сложностей не было. Эти народы давно близки друг с другом. Конечно, традиции есть у одной национальности, у другой. Но они так тесно переплетены, что я особых различий не замечаю. И, конечно, так как я живу здесь, в Армении, я стараюсь и традиции здешние перенимать, как-то поддерживать. Ну, естественно, это кухня армянская. Так как я женщина, мать, я хозяйка, естественно, я готовлю, помимо русской кухни, готовлю армянскую кухню. Ну, довольно неплохо. Во всяком случае, всегда мой муж сравнивает, как готовила мама. Я, в общем-то, наверное, тоже для него неплохо готовлю именно армянскую кухню. Вот недавно мы обручили своего сына. И, зная все армянские очень сщептивные какие-то традиции, я узнавала у многих армянских женщин, как вообще это проходит процедура, что мы должны предоставить, с какими подарками мы должны прийти, как все это должно выглядеть. Поэтому мы очень внимательно изучили вот эту сторону и прошли процесс обручения. У нас прошел, я считаю, что по традиции армянской. В общем-то, мне здесь живется очень хорошо, мне нравится погода, общение с людьми очень доброе, отзывчивое. У нас уже много друзей, поэтому я рада, что я здесь живу и что судьба меня сюда привела. У вас, получается, интернациональная семья, и вы с детства были знакомы с многими традициями Закавказья. Но вот детям вы, кроме армянских, наверное, что-то и русское тоже прививали. Они в каких традициях воспитывались больше? Вы знаете, когда мы жили в Санкт-Петербурге, у нас один сын, мы, наверное, на традиции как-то мало обращали внимания, даже на русский и на армянский. А когда мы сюда переехали, вот я хочу привести пример, я еще работаю в Российском центре науки и культуры, где сосредоточены в основном внимание на русские какие-то традиции. И вот если мы, например, проводим, здесь в Армении проводят Пасху, она всегда на неделю раньше, чем русская Пасха. То есть мы проводим именно по традициям армянским. У нас на столе красное вино, у нас рыба ишхан, у нас зелень, которая весной в большом количестве в Армении. То есть мы проводим, яйца красим, то есть мы проводим именно по армянским традициям. Через неделю, когда наступает русская Пасха, мы обязательно и русскую Пасху тоже отмечаем. Я пеку куличи по маминым рецептам, мы также красим яйца. Я устраиваю какой-то такой русский антураж, чтобы у меня была скатит красивая русская. То есть стараемся мы, и не забывайте русские традиции, и с армянскими традициями мы тесно взаимодействуем. То есть у меня ребенок, да, он интернациональный муж, и я, мы любим любое красивое мероприятие, чтобы оно было именно семейным в нашем. И традиционно я спрашиваю у гостей про девиз их жизни, потому что это очень раскрывает, по-моему, личность, характер. Какой ваш девиз по жизни? Ну, я думаю, что в разные периоды жизни, наверное, бывает какой-то определенный девиз, да, но вот сейчас, мне кажется, у меня девиз – это «Улыбайся жизни, и жизнь улыбнется тебе». Спасибо большое за интересное интервью. Спасибо вам тоже. Спасибо. 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 Спасибо.